Данная небольшая немецкая компания существовала в довольно короткий отрезок времени с 1950 по 1960 годы в западном секторе Берлина. Компания была малоизвестна за пределами своей страны, хотя экспорт осуществлялся даже в Южную Америку. Одним из самых маленьких станков компании является настольный токарный станок модели DU-01 с высотой центров 50 мм. Он был установлен на вертикальную планку, которая вставлялась в чугунную станину с туннелями спереди и сзади, обеспечивающими зазор для круглого приводного ремня. Шпиндель бабки с отверстием 10 мм вращался на регулируемых бронзовых тулках, а его передняя часть с резьбой М20 принимал 10-мм цанги с резьбой 8 мм. Консульная станина длиной 300 мм была изготовлена из стального прутка почти квадратного сечения, спереди и сзади которого были сделаны скошенные грани. Как обычно, для токарных станков этого класса были предусмотрены две задние бабки. Одна для обычных центров, другая для использования цанг, в данном случае из бабки, одна из них первоначально была рычажной. Несмотря на то, что станок предназначался для использования в часовых мастерских, деталировка составного суппорта выглядит сравнительно грубой. Микрометрические циферблаты имеют широко расставленные метки и грубую накатку по периметру. Необычный и очень качественный токарный станок с круглой станиной Джордж Адамс встречается очень редко. Считается, что он был выпущен незадолго до Первой мировой войны в 1913 году, а его производство продолжалось до неизвестной даты в 1920-х годах. В некоторых случаях токарные станки устанавливались на столе, однако производители также предлагали очень тяжелую автономную чугунную подставку, похожую на цоколь со встроенным бегунковым приводом. Причем педаль располагалась спереди обычным образом, а шкив привода нависал над левой стороной. У круглой станины Джордж Адамс можно было вращать всю каретку вокруг станины на 180 градусов, что позволяло установить сверху постоянно закрепленный расточной стол с Т-образными пазами. При этом весь составной суппорт оставался нетронутым. Кроме того, токарный станок имеет ряд других интересных особенностей. В частности, на передней поверхности бабки установлен маховик, с помощью которого каретка может перемещаться вдоль станина. Интересно, что он мог работать в двух режимах, либо с прямым приводом с передаточным отношением один к одному, либо с помощью встроенной понижающей передачи, обеспечивающей продвижение каретки на 0,01 дюйма за оборот. Внутри маховика находилась пара шестеренок, одна маленькая, другая большая, первая из которых была соединена с кнопкой, позволяющей включать и выключать ее. При включении пара шестерен работала как эпициклическая, хотя, конечно, для этого большая шестерня должна была быть зафиксирована, для чего штифт на креплении маховика входил в отверстие в большой шестерне. Когда шестерни были включены, а большая шестерня зафиксирована, при вращении узла происходило уменьшение передаточного числа. На практике пользователи столкнулись с тем, что передаточное число один к одному было затруднительно использовать. Рукоятка была слишком мала, и для ее поворота требовался значительный крутящий момент. Однако редукционный механизм работал отлично и использовался чаще всего. Если требовалась более высокая скорость подачи, например, для быстрой перестановки каретки, с легкостью использовался большой маховик, расположенный у задней бабки на конце винта. Для включения, выключения и реверсирования ручной подачи на переднем основании бабки предусмотрена подбежная рукоятка. При повороте рукоятки вправо каретка продвигается к бабке, при вращении маховика против часовой стрелки и наоборот. При установке ручки в левое положение движение меняется на противоположное. При вращении маховика против часовой стрелки каретка отходит от бабки и наоборот. При установке ручки в центральное положение ведущий винт отключался и мог вращаться маховиком на заднем конце станины. Таким же скользящим механизмом осуществлялась подача винтовой нарезки между сменным колесом и ведущим винтом. Две масленки в задней части бабки позволяли смазывать внутренние шестерни, соединяющие все вместе. Кроме того, токарный станок был оснащен автоматическим отключением привода каретки. К ползуну крепился стержень, включающий и отключающий подачу винта. При сдвинутом вправо ползуне и работающей винтовой подаче шток и ползун вместе выдвигались в сторону каретки и при контакте с ней отводила ползун в центральное положение, отключая тем самым привод. Теоретически можно было бы добавить удлинители на шток разъединителя с помощью винтовой нарезки на фиксированное расстояние или до уступа. Но для обеспечения безопасности требовалась бы низкая скорость вращения шпинделя и осторожность при настройке. На плоской передней поверхности самого большого шкива бабки через каждые 10 градусов была нанесена линия. К этой поверхности прижимался плоский наконечник бронзового прутка, привинченного нижним концом к наружной поверхности бабки. Таким образом, токарь мог индексировать шпиндель в нужное положение, но не фиксировать его. Субтитры подогнал «Симон» 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 Субтитры подогнал «Симон»